Девчонки, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я хотела бы рассказать вам про свои фавориты этого лета. Очень давно не было подобного рода видео, поэтому я очень хочу поделиться с вами своими самыми-самыми любимыми вещами. Девчонки, также не забывайте про конкурс. В конце этого видео я расскажу вам, как выиграть классный бьюти-бокс. Ну, вы уже знаете, что я люблю не только стильные вещи и аксессуары, но и обожаю стильные крутые гаджеты. Вообще стараюсь окружать себя только красивыми вещами. И у меня было такое классное приобретение, это Instax Mini 40. Посмотрите, как выглядит камера. С ней можно даже делать фото, но я имею в виду не ей только делать фотографии, а делать фотографии с ней. Потому что она выглядит так очень, знаете, кинематографично, очень так в ретро какой-то тематике. И добавить зерна и фотографию будет, ну, просто потрясающе. Поэтому я ее использую не только как сам гаджет, но и как такой аксессуар для своих фотографий. Чем уникальна конкретно эта камера? Ну, во-первых, конечно же, своим стильным дизайном, который подходит абсолютно под все мои образы. И, ну, я уже сказала, что является таким модным аксессуаром. Ну, и вообще, мне кажется, что эта камера создана для людей, которые привыкли самовыражаться посредством стиля, посредством одежды. И именно такая камера станет крутым дополнением. Вообще, я фанат, когда можно распечатать фотографии прямо в моменте, да, я в моменте. Мне нравится, что этой камерой очень-очень просто пользоваться. Я сейчас хочу вам показать, как это делается. Вот ваша камера. Вы берете пленку, которая продается абсолютно везде. Очень легкая. Можно взять с собой, например, в путешествия несколько штук. Здесь вот такой вот картридж, который вы просто одним движением вставляете в свою камеру и закрываете ее. Дальше. Включаем камеру. Если мы выдвигаем объектив на первый уровень, то мы можем сделать обычную фотографию, да, то есть в рост, например, или там с друзьями вместе. Если мы хотим сделать селфи, и здесь этот режим предусмотрен, мы чуть-чуть выдвигаем, да, объектив больше. Здесь, кстати, очень удобно. Есть такое зеркальце маленькое, в котором вы можете себя видеть. И направляем камеру на себя, делая селфи. Фотографию я обычно вот так кладу вниз, чтобы проявилось правильно. И сейчас я вам покажу, какие получились кадры. Они действительно получаются, знаете, как будто бы вы участвуете в фэшн-показе. И обычно, когда дизайнеры, да, прикрепляют модель к определенному образу, они добавляют именно фотографии, сделанные на вот такую вот камеру. И у меня это всегда вызывает такой вот, знаете, фэшн-муд, поэтому если вы хотите сделать необычные фотки на телефон, а хотите сделать действительно атмосферную фотографию, которая сохранится у вас в памяти, которую можно потрогать, пощупать, то мне кажется, это просто идеальное решение. На самом деле у меня очень много фотографий, сделанные на Инстакс. Я обожаю делать какие-то живые кадры. Вот здесь вот мы с ребятами летали в Питер. Здесь фотографии с фэшн-мероприятия. И здесь у меня те самые фотки, которые я сделала только что вот в этом оранжевом костюме. Одна такая в рост фэшн. Фотография, которую я как раз-таки прикрепила бы к образу, если бы показывала его где-нибудь на фэшн-шоу. И селфи. В общем, ссылку на то, где можно приобрести камеру, я оставлю в описании под этим видео. Поверьте, это будет самым стильным аксессуаром этого сезона. Следующая покупка этого лета, она очень необычная, и я гонялась за ней, не соврать, года три, наверное. В общем, когда Фиби Фила, это бывший креативный директор модного дома Селин, ушла из него, то все начали гоняться за последними вещами, которые были созданы под ее собственным руководством, да, то есть по ее каким-то там креативным решениям. Одной из таких вещей был такой сапог-босоножка. Я даже не знаю, как это назвать. Ой, не знаю, как это показывать. Здесь есть вот такой кожаный носок, похожий на какую-то лаптю. И есть босоножка вот такая вот, да, с завязывающимися ремешками. И вот этот сапог, он вставляется вот так вот в босоножку, дальше это все обматывается вот таким вот образом. И получается супермодная штука, которую, собственно, и придумал модный дом Селин, ну, то бишь Фиби Фила. Я гонялась за вот этими босоножками очень много лет. Я искала их на ресейле, в модных домах спрашивали, я искала их во всяких дисконтах и прочем. И нигде не было, все было раскуплено, их продавали только с молотка уже где-нибудь на аукционах за бешеные деньги. И тут я делаю маникюр в торговом центре, жду такси, такси не едет минут 15. Думаю, блин, ну что я буду ждать, пойду зайду в ЦУМ Дисконт. Я захожу в ЦУМ Дисконт, и вы не поверите, я нахожу в 37,5, правда, размере у меня 38, но в целом нормально. Нахожу вот эти вот сапоги-босоножки, сейчас на осенний сезон просто супер-пупер. Еще есть классная новость, что Фиби сейчас открывает свой бренд, чему мы не можем не радоваться. И тем не менее, я когда нашла вот эту реликвию, я не могу назвать это по-другому, я была супер-рада. Я их еще ни разу не надевала, но я их назову своим фаворитом, потому что столько, сколько я за ними гонялась. Мне кажется, я не гонялась ни за одной вещью. И когда вот я ее нашла, причем так легко и непринужденно, когда уже совсем отчаялась и думала, что ну, как бы не судьба мне их поносить, я вообще супер-хэппи. Еще и в черном цвете, потому что я хотела именно черные. Следующая вещь тоже от Селин. Мне ее подарил мой малышак. И, в общем, я думала, ну, как бы черно-беленько так, ну, я не буду, наверное, носить, потому что я не очень люблю сильно контрастное сочетание. Я люблю, когда либо однотонное, либо уже тогда сочетание с каким-то более спокойным цветом. Ну, типа белый-бежевый, белый-фисташковый. Я не снимала ее все лето. Вот я в ней на пляж, я в ней из пляжа, я в ней по городу, я в ней из города. Ну, в общем, вообще суперудобная кепка, мне она безумно понравилась, она суперкачественная. И даже когда меня окунули в ней в бассейн, с ней вот она даже не деформировалась, с ней вообще абсолютно ничего не случилось. Поэтому вообще я ее очень люблю, ношу со своей любимой сумкой от Джилл Сандер, которую покажу сейчас. В общем, это такой мешок от Джилл Сандер. Он очень грязный, очень уже затасканный, потому что я действительно ношу этот шоппер абсолютно все лето. С ней и на пляже круто, и в городе круто. Мне она нравится тем, что она супер вместительная, в нее можно накидать абсолютно все. Я очень люблю ездить с ней на съемки. Вот мы были в Венеции и Милан, мы были на Мальдивах с вами, мы просто туда толкали шмотки и где-нибудь там переодевались уже по пути. И в эту сумку все входит, и она очень удобная. И плюс она подходит абсолютно под все, потому что она из такой, как будто бы мешковины что ли, да, с просто небольшим брендингом, прям лилбит, да. И такие длинные ручки, в общем, очень удобные, она супер легкая. И самое главное, ее очень легко можно перевозить в чемодане. То есть просто вот так вот сложил, и с ней ничего не случилось, да. То есть любые другие сумки, они будут как-то деформироваться, еще что-то. Это нет. Плюс, на самом деле, я ее очень люблю с собой брать в самолет, все положить и просто убрать ее на верхнюю полку. Это точно главный фаворит, мне кажется, в этом видео. Следующую вещь привезла из Парижа, я не помню, но, по-моему, показывала вам. Тоже такая старая вещь, да, ну, с точки зрения, что на рынке она появилась давно. Но она мне понравилась почему-то только сейчас. Раньше я смотрела на девчонок, и мне она, ну, как-то, ну, ободок, вот как-то там, Блэр Волдеров, да, даже. Оказалось, и в сплетнице это ободки стали антитрендом. Мне прям понравилось, и мне захотелось его как-то поносить именно сейчас, когда хайп вот этот прошел. Очень удобный, единственное, что, я не знаю почему, но у меня вот здесь как-то образуется такая дырка между ухом и ободком, и это выглядит странно. Но вообще, в целом, видите, любой образ преображается, когда есть Прада. Так, следующий фаворит это Супер Стары. Помните, эти кроссовки мы носили с вами, наверное, я была в классе седьмом. Вообще, сейчас мода нулевых очень зашла, да, и вместе с ней все такие трендовые штучки того времени. Так вот, Адидасы, модель Супер Стар, сейчас в абсолютно новом виде. И это коллаборация Адидас и Бейонс, выглядит вот так вот, пыльничек. Крутые, модные кроссовки. Посмотрите, с острым носком, да, это то, что как раз-таки показали в сериале Сплетница в обновленной версии, что сейчас это супер-хит. Это действительно остроносые кроссовки, сейчас делают абсолютно все бренды и Прады, и все на свете. И, конечно, ну таким предводителем этого всего, и, наверное, одним из первых, кто это сделал действительно круто и красиво, это были Адидас, перевоплотив свою классическую версию Супер Стар, да, вот в такую ультра-ультра модную. И мне почему-то захотелось именно ее, а не то, что уже, да, сделают большие фэшн-дома, потому что, ну, это прям, знаете, первоисточник. Вот, вспомним детство, будем носить суперстары. И последний фаворит в этом видео, это сумка от Jack News, тоже уже не совсем такая новая какая-то история, но она безумно удобная, и именно этот цвет оказался моей такой новой базой этим летом. Мне не хотелось носить бежевое, какие-то, ну, типа стандартные летние цвета, да, белые и вот фисташковый какой-то, вот такой вот зеленый хаки меня привлекал намного больше, поэтому эту сумку я носила больше всего этим летом. То есть большую это Jill Sander Shopper, которая показала, и маленькую это вот эта вот сумочка от Jack News. Супер удобная, у нее есть еще длинный ремешок, можно носить через плечо, можно носить в руке. Я, честно, носила ее в руке все это лето, мне как-то так больше нравилось. Ну что, это были все фавориты моего лета. Напишите, какой фаворит вам понравился больше всего, или напишите просто участвуй, и тогда вы автоматически будете участвовать в конкурсе за Beauty Box. Также вам нужно поставить лайк под этим видео, и все, вы участник конкурса. Через три дня проверьте обязательно комментарии, мы объявим там победителя. Надеюсь, что это видео было для вас полезным и информативным. Я с вами прощаюсь, всем пока-пока.